Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. Протянем друг другу руки. Глава республики посетила молодежный форум Машук. Обычная подписка в инстаграм и квартира. Молодая семья из Буйнакска выиграла квартиру в Махачкале. Подробности сегодня в выпуске. Португальцы в шоке. Россия ликует. Дагестанец Магомед Шапи Сулейманов вывел футбольный клуб Краснодар в следующий раунд в Лиге чемпионов. Сотрудники МВД Дагестана провели выемку документов в кабинете заместителя министра образования Тагира Кудаева, сообщает пресс-служба ведомства. Следственные мероприятия проходили по делу бывшего директора лицея-интерната Центра одаренных детей Тофика Идрисова. В Миноборонауке подчеркнули, что документы были изъяты по предварительной договоренности. По словам источника, дело связано с проведенным в 2015 году капитальным ремонтом здания лицея-интерната. Напомним, что экс-руководитель Центра одаренных детей Тофик Идрисов был задержан в середине июня. Четыре человека погибли и трое пострадали. В районе села Алмалок у Матеркалинского района произошло крупное ДТП. Примерно в 23.00 на федеральной автодороге «Кавказ» автомашина «Приора» выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ», пострадавшие среди которых и двое несовершеннолетних детей с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Министерство внутренних дел по республике Дагестан в очередной раз просит автоводителей быть на дорогах предельно осторожными, не превещать допустимую скорость, не выезжать на полосу встречного движения для совершения обгона, не убедившись, что вы не создаете помехи другим участникам дорожного движения. И всегда помните, что вас и тех, кто сидит в машине, дома ждут родные, целыми и невредимыми. В Дагестане заменят старые школьные автобусы, отработавшие более 10 лет. По информации Министерства образования, поступление нового транспорта запланировано в Махачкалу, Избирбаш, Кизляр, а также в 28 районов республики. Отметим, что на обновление автобусов регион получит более 186 миллионов рублей. В России могут запретить ездить на старых автомобилях. Депутаты Государственной Думы России внесли предложение о выводе из эксплуатации поддержанных ветхих автомашин. Об этом пишут российские СМИ. Число авто, попавших под санкции, могут войти как частные, так и государственные машины. В Министерстве транспорта ответили, что идею парламентарьев рассмотрят. Как сообщает ряд изданий, отечественные производители автомобилей полностью поддерживают данный законопроект. Владимир Васильев посетил образовательный форум «Машук-2019». Для главы Дагестана была подготовлена ознакомительная экскурсия по площадкам форума с посещением национальных подворьей субъектов СКФО. Также в рамках форума он провел встречу с делегацией дагестанской молодежи. Есть такая очень важная тема. Мне ее иногда задают. Ну вот так сказать, что-то вы делаете, да, а что потом? А потом вы. Других вариантов нет. То есть мы вместе делаем, чтобы потом шло то, что мы делаем. И мы должны так это делать, чтобы большинство жителей Дагестана почувствовали, что власть работает для них. И тогда вот это единение множества людей будет обеспечено. Молодые профессионалы презентовали главе республики свои проекты, касающиеся экологии, образования и туризма. Владимир Васильев взял на заметку каждую идею и поручил руководителям профильных ведомств лично проконтролировать их реализацию. Кроме того, руководитель региона ответил на вопросы делегатов форума. Дом – это место, где человек расслабляется и отдыхает от своих повседневных дел. Не напрасно говорят «мой дом – моя крепость». Но, к сожалению, в Дагестане не у всех семей есть свое жилье. Особенно тяжело тем, кто оказался практически на обочине жизни по самым разным обстоятельствам. На помощь в таких случаях приходит инсан. С 2014 года на базе благотворительного фонда функционирует программа «Ветхое жилье». Подробнее о ее работе в сюжете Карина Баталовой. У одних дом в прямом смысле разваливается, у других протекает крыша, у третьих нет возможности установить качественные окна, чтобы не продувало. За пять лет работы программы «Ветхое жилье» благотворительного фонда «Инсан» было отремонтировано и отстроено десятки домов. Среди них и домик для семьи Омаровых. Уже три года молодая пара с четырьмя детьми живет в старом вагоне. На капитал купили участок и вагончики переехали. Ездят газом, зимой квартиру наискать. Вагоне отсутствуют необходимые условия для детей. Мальчики спят на одной кровати. Места не хватает. Кухней служит небольшая коморка. Воды в помещении, да и поблизости нет. Построить самим дом у семьи Омаровых не было возможности. Несколько лет назад отец семейства подхватил болезнь легких. После этого его уволили с работы со стабильным заработком. Сейчас он готов браться за любое дело. А ну что, денешь? Да, да. В любом роде он там сантехники брать и работает. А там шабашка, туда выезжает, делаю там, приезжает. У меня отец, когда при жизни больше, как-то помогал, то все, зарабатывал, средством работал. А сейчас отца тоже нет. 60 квадратных метров своего жилья. Две просторные комнаты, санузел и прихожая. Узнав о проблеме, сотрудники инсан быстро взялись за работу. Буквально за три месяца на месте пустыря уже стоял уютный небольшой домик. 300 тысяч выделено было. И еще порядком из фонда еще дополнительно выделяются сюда средства для завершения, в общем, этого дома. Сто с чем-то тысяч на крыше было выделено. Ну, заливка только порядка 70 тысяч вышла. Это минималка. Старый вагончик, продуваемые щели и скитания по съемным квартирам. Через месяц для маленьких Ильяса, Ильдара, Карима и Али все это будет позади. Теперь у них появится свой настоящий дом. Нету дешевого здесь. Можно было местного кирпича сделать. Это Нальчиковский самый дорогой кирпич. Который тепло. Да, влагу вообще не пускает. Карина Баталова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ. Участие в интернет-конкурсе может обернуться удачей. Так произошло и с молодой семьей из города Буйнакск. Гиргиевы стали обладателями квартиры от одной из строительной компаний Махачкалы. О том, как обычная подписка в Инстаграм может кардинально изменить жизнь к лучшему, в сюжете Луизы Раджабовой. Купить квартиру хорошо, а выиграть ее еще лучше. Молодая семья из города Буйнакска и не мечтала, что станет владельцами столичных апартаментов возле моря. Ну так, на удачу решили посмотреть, что у нас получится. И вот, холосовышнему нас навелило этой квартирой. О своем невероятном везении и переменах в жизни молодые люди узнали в день розыгрыша. После результатов конкурса Джамиля некоторое время еще не могла прийти в себя. Вскоре позвонила мужу и сообщила приятную новость. В 7.20 вечера я взяла телефон в руки и увидела, что там мне пришло сообщение в Инстаграм, что меня поздравляют, что я выиграла. Я сначала не поверила, я зашла на страничку, открыла прямой эфир, увидела там уже они как бы на стене, да, этот у них был экран, и что моя страничка там, и все, конечно, мне не верилось, у меня столько эмоций было переполняло. Я вообще несколько дней под эмоциями ходила. Как уточняет организатор, Эльмира Потахова, семья выиграла однокомнатную квартиру в редукторном поселке. Это первый масштабный конкурс от строительной компании «Монолит-05». Итоги подвели совсем недавно, а ключи от апартаментов уже в руках счастливчиков. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие какое-либо в нашем конкурсе. Это наш первый опыт, это пара с Буйнакска, ее зовут Джамиля. Они приехали сегодня к нам в офис. И хочу пожелать нашим победителям, чтобы они в своей квартире чувствовали себя удобно, комфортно и счастливо. Информационными партнерами конкурса стали телекомпания «Энантэ» и радиостанция «Ватан». Благодаря этому масштабные акции узнали многие. На самом деле очень приятно, что компания «Монолит-05» вообще решилась на подобного рода конкурс. И это их первый опыт, и далеко не последний. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время нас ждет еще много сюрпризов. Не только нас, но и всех жителей нашей республики. Первым сюрпризом и первым главным призом стала однокомнатная квартира в Махачкале, в которую выиграла замечательная семья из города Буйнакска. Теперь они станут жителями столицы республики Дагестан. Мы им желаем скорейшего переезда к нам поближе. Также особенно приятно, что за пределы Инстаграма вышел проект. Это впервые. Как я знаю, в республике Дагестан подобный опыт проводится, когда не только в Инстаграме проводился конкурс, но и на телевидении, и на радиостанции. Ведь телеканал «Энантэ» и радиостанция «Ватан» стали информационными партнерами данного проекта. И я думаю, что мы в дальнейшем также будем совместно делать много чего интересного. Сейчас в планах молодой семьи переехать в новую квартиру и больше отдыхать на море. Луиза Раджабова, Мусас Алгиреев, Новости Инанте, Махачкала. В Дагестан приехали представители молодежных советов и актива профсоюзов работников здравоохранения. Ребята из Северокавказского и Южного федеральных округов России приехали для участия в образовательном форуме. На протяжении трех дней они прослушают ряд лекций на тему организации работы в профсоюзах, а также поговорят о модернизации системы. На сегодняшний день, мне кажется, и практика меня убеждает, что выборная составляющая профсоюза сегодня, учитывая ситуацию в гражданском обществе, несколько устарела. Председателя первичной профсоюзной организации надо назначать, и он должен предварительно проходить курс тестирования. Дубль дагестанского футболиста Магомед Шапи Сулейманова помог Краснодару пробиться в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Накануне ночью российский клуб в гостях обыграл Порту. Встреча завершилась со счетом 2-3. Все голы наши футболисты забили еще в первом тайме. В дебюте встречи отличился Тони Вильен, после чего португальцы большими силами пошли вперед, за что и поплатились. Сулейманов дважды забил в контратаках своей команды. Сначала он реализовал выход к воротам, а спустя 20 минут оформил дубль своим уже фирменным ударом с левой ноги. Это была вся информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова